Да, давай я сейчас прочитаю, и мы как бы дальше продолжим. Так, больше себя принимать, да, то есть научиться найти вот то, что в тебе не нравится, я сразу буду комментировать, в чём же здесь, наоборот, кайф, в чём же здесь вот талант, в чём же твоя изюминка, а наши изюминки, на самом деле, в тех местах, которые мы больше всего не любим, мы пытаемся дотянуть, то есть наши изюминки, которые вот дают нам как раз ту идеальность, и ту уникальность, и ту проявленность, которая нам нужна в проявлении, вот, как раз-таки в тех местах, которые мы больше всего в себе не любим, наоборот, надо из этого сделать изюминку, а не дотягивать, пытаясь там убрать что-то лишнее. Это типа недостатки перевернуть в достоинство? Ну, как минимум, да, то есть свои недостатки, полюбить себя, ну, блин, естественно, но мы не знаем, какие мы, естественно, мы же всегда учились жить по правилам, там, этикет, вся фигня, там, не матерись, сиди прямо, там, всё такое, ручки на коленке, там, улыбайся, когда тебе надо, вот, молчи, вот, не открывай, то есть у нас очень много вот этих шаблонов, которые нам не дают быть собой, мы даже не знаем, кто мы, а чтобы это понять, надо и побеситься, надо и пораздражаться, надо и выпить алкоголь, может быть, кому-то реально, которые реально покажут истинное лицо этого человека. Про алкоголь не делаю культ, что это круто, но почему нет? Хотя бы попробовать совсем закомплексованным, да, которые вообще зажаты, вот, себя хоть как-то узнать. Так, претензии уберите, читаю. Как сама поменяешься, изменятся и мужики, которые приходят с этим, да, согласна. Но чтобы поменяться, нужно не меняться. Нужно остаться собой просто. Да, люди, которые не меняются, они как раз-таки меняются, то есть они пытаются, ну, процесс вот этой эволюции своего расширения и развития подогнать под что-то другое. То есть, чтобы измениться, нужно перестать себя менять. Это понимаешь? Конечно. Мы достойны уже по определению, да, в принципе. Так, мы же этих Микки Маусов сами создаём. Понятное дело, но мы создаём и все не те. Все не те Микки Маусы. Всё мне нравится. Так, общаться с теми, с кем в кайф. Хотелось бы найти такого, с кем бы я могла бы пообщаться в кайф, если ни с кем не в кайф. Так, дальше. Вечная гонка. Полюбите такие, какие вы есть. Вот, это слишком сложно. Очень сложно. Убрать излишние ожидания. Мужчин ценен поступком и может давать шанс проявить себя как мужчине, который симпатичен. То есть, короче, дать шанс проявиться мужчине. Как дать проявиться мужчине? Знаешь? Говорить о своих желаниях. Мне бы хотелось вот это. Не просить, а, допустим, озвучивать, что мне нравится. Угу. То есть, поступки... Ну, как вариант. Да. А ещё? Обычно женщины говорят мужикам, как им надо делать. Нет, я думаю, что это вообще не надо говорить. Не надо. Надо говорить, что ты хочешь или что тебе нравится. И смотри, как он будет на это реагировать. Расслабиться, наслаждаться собой. А мужчина, весь мир к тебе, к ногам. Так. Принять себя. Отпустить тотальный контроль к себе. Вот, хороший вопрос. Хорошая идея, да. Тотальный контроль. Вот. А мне кажется, наоборот. Тотальный контроль к жизни отпустить, чтобы жизнь пошла самотёком, да. И она сама жизнь знает, как тебе лучше. Потому что то, что ты знаешь своим умом, это одни шаблоны, старый опыт. А вот тотальный контроль на себе держать, чтобы жизнь бесконтрольно текла, вот это другой момент. То есть, наоборот, тотальный контроль взять в свои руки, контролировать себя. Свои мысли, да, свои мысли, свои отношения вообще. Чтобы не контролировать жизнь. Контролировать, на что ты держишь фокус внимания своего. Да. Вот это суперконтроль. Расслабиться и отвлечься от этой навязчивой идеи, что нужен мужик. Согласна. У меня мало получается, потому что последнее время после развода я целую неделю думаю, где взять мужика. У меня развод был где-то. И я думаю, так, мужчины, вы где? Где вы достойные, мужчины, меня? Да, я, конечно, утрирую, ржу, но как бы это, в каждой шутке есть доля правды. Шутки. И шутки. Про контроль себя отпустить понравилось. Так, спасибо, это к легкости, делать легко. Если ты недоволен внешним миром и мужиками, то ты недоволен собой. Подтягивать своё довольство собой. Согласна, подтягиваем довольство собой. Как это делать? Вот мы проговорили, нужно отпустить контроль внешний, контролировать себя. Контролировать, куда ты фокус внимания свой держишь. Как только ты говоришь, например, блин, сегодня я какая-то стрёмная. Чего мы утром перед зеркалом обычно говорим? Ой, я какая-то сегодня не такая. Фу, одежда на мне плохо сидит. Бейте сразу себе битой по голове. Потому что этот фокус внимания и творит ту реальность. И на вас реально всё плохо сидит, как вешалка. То есть наоборот. Ой, сегодня у меня волосы ещё на сантиметр подросли за ночь. Они фигак-фигак. Мне реально опять... Да, да, да. Меня подсказывают так. Я про волосы постоянно говорю. Это было две недели назад. Да нет, не может быть просто такого. Или не две недели. Всё может быть, Нелли. Десятого марта или какого ко мне Лена приезжала? Я говорю, мне, пожалуйста, по подбородок. Ну, тут, может быть, сантиметр от подбородка был. Нормально. Ой, сзади бы ещё выросли. Но сзади она меня, правда, подстригает. Ну, ладно. Короче. Если ты недоволен внешним миром и мужчинами, то ты недоволен собой. Так, это я уже читала. Разочарование в себе в каких-то моментах в себе. Неудовлетворённость в себе в каких-то аспектах. Да, вот мы как раз про это говорили. Бейтесь, обиды по голове, как только вы начинаете говорить о себе плохо. Говорим о себе. Только классное и хорошее. Так. Нужно убирать ожидания. Список качеств своего мужчины. То есть, Екатерина, что это значит? Как-то это мы можем расшифровать. Нужно убрать ожидания. Список качеств своего мужчины. Написать список качеств мужчины. Или наоборот выкинуть этот список качеств мужчины. Не могу понять. Вообще, вот те качества, которые я писала перед тем, как встретить своего мужчину, я всегда писала качества, какие бы я хотела увидеть, чтобы чётко сформулировать, сформулировать образ, да, который бы я хотела видеть. И он чётко подходил, каждый следующий мужчина, под эти параметры. Ну, они меня разочаровывали. О чём это нам говорит? Это говорит о том, что у каждого слова, у каждого есть параметры, как одна сторона, так и вторая. То есть, я хочу слишком щедрого. Да каждая жена с двумя детьми скажет, блин, да нахрен он мне нужен, блин, деньги раздаёт. И в семью давать, вообще. То есть, она уже потом, лучше бы у меня скупой был мужик, зато бы в дом всё. Ну, когда нас встречает скупого мужика, фу, он скупой, хочу щедрого. То есть, я так думаю, не нужно придираться ко всем вот этим параметрам. Мне кажется, можно вообще такое сформулировать фразу, типа, тот мужчина, с которым я чувствую себя наполненной, счастливой, радостной. Ну, что-то типа того. Своё состояние, какое-то, обозначить рядом с этим мужчиной. А не его такого-такого-такого-такого заказывать. Да, то есть, перестать заказывать какие-то параметры, потому что, поверьте, люди, все параметры, все параметры абсолютно есть в каждом человеке. Точно. Вообще все. Потому что щедрость и жадность это одно и то же. Я жадна до знаний и щедра до знаний. Ну, там, хотя бы, как минимум. Я жадна до жизни. Я щедрая до жизни. Ну, то есть, это одно вот слово, вот, в принципе. Ну, я просто трансформировала этот шаблон. Для меня это понятие неразделённое. Я даже не знаю, в чём разница теперь. И, как бы, многие так шаблоны схлопнулись, что я смотрю вообще по-другому как-то. Вот на меня. И для меня уже вот эти параметры, да, это уже какая-то хрень собачья получается, что я хочу себе щедрого мужчину, а потом ною. Нет, пускай он будет... Потом хочу нещедрого, да. Нервы. Чтобы он немножко, да, такой был. Так, надо быть собой, наслаждаться жизнью. Остальное всё приложится. А если не прикладывается? Такой вот вопрос. Принятие этих непринятых аспектов себя здесь выход, кажется, мне. Принять эти непринятые аспекты в себе. А, ну, например, в мужике не нравится жадность, надо трансформировать жадность-щедрость. Согласна, да. Мы это как раз на курсах и делаем. Когда нам не нравится что-то в мужиках, ну, это если уже говорить, как работать, да, с этим. Ты же так же работаешь, да? Если нам что-то не нравится, мы берём это в себе, трансформируем, находя нас такие-то целые. Почему щедрость это хорошо и жадность это хорошо? И почему это одно и то же? Так, с этим согласна. Ну, а если без самокопания? Вот я хочу ответы сейчас найти. Как сделать так, чтобы мне начались нравиться мужчины, да? И без самокопания вот этого, без трансформации. Есть же способы? Найди, Нелечка, найди. Я тоже хочу их найти. Самокопание — это бесконечная вообще затея. Вот эти все высокопарные слова, которые я читаю, я сама их часто повторяю, но для многих людей это пустой звук. И многие фразы для меня тоже пустой звук. Позволить себе и другим быть такие, какие они есть. Ну, как ты позволишь, если ты бесишься и тебе не нравится, ты не можешь себя заставить? Ну, как прям принять мужика, который мне не нравится? Ну, не нравится он мне вообще. Ну, как не нравится? Нейтрально к нему отношусь. Вот ноль чувств, ноль эмоций просто, да? Да, да. А я хочу, чтобы меня вот там волнули. Шторила. Дувала просто. Чтобы она меня посмотрела, я такая, не знаю, как магнит, плюс и минус. Вдохновлять нужно мужика. Во, помнишь, мы с тобой говорили о том, как сделать, чтобы мужчина делал всё для тебя там. Не говорить, как делать, да, а вдохновить. А как вдохновить? Вдохновление. Открыто говорить, что ты хочешь, да, но это не вдохновение. Многие мужчины закрываются, ну, из-за своего планов, когда их просят. У меня часто были такие мужики, которым, если скажешь что-то, они это вот специально не сделают, даже если хотели. Ну, например, намекнёшь, то даже не намекнёшь, да, скажешь, мы сейчас говорим, открыто говорить. Я хочу цветы. Давно не нюхала цветы. Он утром только хотел их принести, у него напрочь лишается желание, потому что ему это сказали. А он не любит делать типа по приказу. Даже обычная просьба многие мужчины воспринимают как приказ. Я говорю, милый, ты чё, я тебе не приказываю, я просто хочу. Ну и что ты хочешь? И чё? Всё. Понятное дело, во мне... Да. Просто другой, например, ну я думаю, что он наоборот воспринял бы, хочешь, ну классно, прекрасно, что у меня есть возможность сделать именно то, что ты хочешь. Не выдумывать, например, что-то для тебя приятное, когда я хочу сделать. Такой же тоже поворот событий. Мужчина же тоже, Нель, ты согласна со мной, что, например, то, что тебе из зеркаля, да, ну как бы вот происходит какая-то ситуация, вот в ней находишься ты и мужчина, ну допустим, я и мужчина, да, и ситуация, в любом случае у него пазлы желания совпадают, у него своя заморочка, и он своё там находит, как и ты своё, ну не только ты в этой ситуации регулируешь. Ну понятно. Да, он тебе зеркалит, да. Я вспомнила этот момент как раз таки цветами, ты сказала про пазлы, и как раз вот есть что добавить теперь. Сейчас, формирую вопрос. Не вопрос, ответ. Сейчас. неважно приказываешь ты ему, намекаешь или открыто говоришь. Если в этот момент он хочет что-то для тебя сделать, да, он сделает. Если не хочет, хочет что-то. Он с радостью это воспримет. делает. А всё зависит от того, что, чтобы мужчина захотел тебе дать, я должна хотеть это взять. А чтобы хотеть это взять, я тоже должна что-то дать. Ну, то есть, без этого не получится. Если я только беру, пускай он там через шаблонами сольёт всю энергию и будет давать, 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 но потом момент закончится. Ну, не то, что энергия, желание закончится. Он уже не сможет тебе ничего дать. Он исчерпается просто. Если насильно, у него брать, брать, брать. Есть такие вампирши, которые только берут, ничего не дают взамен. Вот. Не, ну, они, конечно, позволяют мужику дать. Это его желание было. Они берут, но всё равно ничем его не подпитывают в обратку. Мне кажется, что один из вариантов, чем вдохновить мужчину, искренность. Искренность, проживание того, что ты чувствуешь. Искренность и смелость сказать то, что ты чувствуешь, то, что ты хочешь, что тебе нравится, не нравится. Искренность в том же сексе, в том же проявлении. Ну, до секса, конечно, ещё дойти надо, понятно, да, чтобы он сначала понравился. Но вот именно вдохновение, вдохновение, с этого, ну, как бы, вот сколько я и слышала, и я по своему опыту, да, наблюдаю, что, когда мужчина видит, что женщина получает удовольствие рядом с ним, неважно, в постели, в кухне, там, ещё где-то, да, на шашлыках там они выехали, вот это вдохновляет, что он видит, что она от него кайфует. Вот это самое лучшее вдохновение, мне кажется. Да это, наверное, любой человек, не только мужчина. Это любой человек будет счастлив это чувствовать, да, что рядом с ним тот человек, который тебе нравится, ну, получает удовольствие. И это, как бы, вообще суперское, самое, наверное, самое желаемое всеми ощущение. Ну, мне так кажется. У меня просто до речи потерялся, то, что ты начала как раз рассказывать в начале, да, и потом вот это развернуло. И я сразу вспомнила момент, когда мне муж отказал в цветах, которые постоянно дарил. Я у него попросила цветы не потому, что я их хотела, не потому, что меня бы это порадовало, а потому, что я хотела его прогнуть чисто вот просто из прихоти какой-то, вот ради вот, ну, ты, блядь, должен мне муж принеси мне цветы, метнись кабанчиком. Всё, вот, чтобы почувствовать вот эту власть свою женскую, типа, я хочу, давай цветы не тащи. Я вспомнила этот момент, что я хотела из этих чувств. А не потому, что я бы порадовали цветочки милашечные, вот, которые бы я любовалась, как я люблю поставить их возле кровати. Я нюхну их раз 20, наверное, в минуту и просто хожу с ними, там, танцую, пою, у меня настроение такое. Запрос другой был. А тут я хотела, реально, вот, когда попросила, да, что-то, я хотела, потому, что, ну, ну, типа, ты мужик сделай, потому, что, вот, я королева. И всё. А не потому, что я хочу эту вещь. Вот сейчас у меня прям... А запрос какой был в этом, потому, что я королева? Подтвердить свою значимость, важность, ценность, правильно? Ну, а мы откуда начали, тем и закончили, как всегда, в принципе. Девочка пишет, тут одна, так, у меня нет списка качеств мужчины, никогда не было, нафиг, ну, надо, согласна, да, мы сейчас как раз рассмотрели, что не нужен. И следующее, Ванда Илан, Ванда Илан, как тебя зовут? Какая шла, такой и подошёл. По-хорошему, да. Так, почему играть с ними нельзя? С кем? Мы вообще должны в жизни играть, пожизненно. Не знаю, мне нравятся мужики, как-то не знаю, какие с этим могут быть проблемы. Но у кого нету требований к мужикам, у них проблем нету. А вот у меня слишком завышенные требования к мужикам, поэтому не нравится. Ты знаешь, у меня слишком заниженные были, у меня тоже проблемы были, поэтому всему надо меру знать. Везде должен быть баланс. Есть определённые требования не к мужикам, а вообще по определению, допустим, да, какие-то ценности твои, которые, предавая которые, ты получаешь предательство, и всё. И это работает железно. И если ты миришься с тем, с чем ты не готова была мириться, и начинаешь себя уговаривать, и там обманывать саму себя, что это почему-то типа хорошо, ну это, наверное, почему-то хорошо, но когда ты честно себе это говоришь, да, это одно. А когда ты себя дуришь, сам себя, то тебя дурят все. И потом ты себя дуришь, у тебя создаются ожидания, эти ожидания через одно место тебе вставляются, и потом ты ещё недоволен, почему так произошло. Ну ты сам себе это вставил, а потом удивляешься, почему тебя другие это вставили. Ну я грубо чуть-чуть, да, ну чтобы так наглядно. Оно просто реально, я вот, я сколько случаев отслеживала в своей жизни потом, да, когда я уже вникла в эту концепцию, так скажем, оно всё только так работает, только так работает, по-другому вообще не работает. Как только ты начинаешь прогибаться, пот человека, даже если ты при этом улыбаешься, но ты в душе, тебе неприятно, и ты себя нагибаешь, да, там ты себя уговариваешь, или там обманываешь, или там ещё что-то, всё равно оно только копится, недовольство копится, недовольство ожидания, ожидали недовольство, оно копится, 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 и в итоге или ты лопнешь, или тебя со стороны тебе так хлопнут, что ты тоже лопнешь в итоге. И потом я села, я чумела от того, от чего ещё было ждать, Когда я себя сама лично Своими руками подложила Под это все Еще и сказала, что все хорошо Заткнись, ты все неправильно думаешь Это тоже хорошо Ну, классно А еще Вот такая мысль как раз Продолжу, да, тебя Когда мы ищем мужчин Ну, мужчин и женщин Неважно, мы все время Мужчин почему-то в сторону Отодвигаем, только между нами девочками Разговариваем, давайте в две стороны Когда мы ищем вторую половинку Что мы делаем Мы начинаем его примерять Насколько он удобен Вольется в нашу жизнь Ну, то есть, да Ты уже поняла Просто так улыбаешься Конечно Мы, когда примеряем Мужчину на себя, можно так сказать Как платье Начинаем Его примерять Насколько он Ну, сольется С нашим ритмом жизни С нашей работой Не будет нам мешать Проживание Не будет нам мешать Да, согласна Заткнет Те дыры В которых у меня Проблемы Ну, например Заткнет дыры в сексе Не хватает штор Купить Да, там он Подкинет деньжат Это я уже утрирую Просто Ну, да Суть Понятно Он мне закроет Там Детей Нарожать Там Канализация течет Починит То есть У меня постоянно В доме Там Лампочки Газные Техника Ломается То есть Он должен быть С руками То есть Мы пытаемся Уже Нарисовать Образ того Мужика Который Подходит В наш Ареал Обитания Это Ну, ненормально А вот Когда мы Все эти Затыки Сами Закрываем И хотим Просто Человека Для удовольствия Вот Такое К нам Придет А какие Могут быть Удовольствия Если мы Мужиком Или девушкой У мужчин Такая же История Они девушкой Хотят закрыть Свои затыки Свои дыры В жизни Которые Не заткнуты Заткнуть Дыры С Хозяйством С готовкой С стиркой Ну, это Конечно Стереотипно Сейчас говорю Ну, примерно Показать Чтобы не стыдно Было Чтобы она была Красивая Длинноногая Обязательно На каблуках Джинсы Фу Она должна Носить юбки Очень много Претензий Было От некоторых Мужчин Ну, вот Я смотрю Разговарив Мужчины Прям слушаю Разговоры И вообще Охреневаю Просто Каких женщин Они хотят И Чтобы не стыдно Было Друзьям Показать Блин, ты чё Ты пытаешься Дыру Стыда Своего Или не стыда Там Пафоса И там Бабы закрыть Ну, ты нормальная Вообще Вот То есть Надо На свою половинку Я уже заговариваюсь Смотреть не таким образом Чтобы он Вписался В нашу жизнь Да А наоборот Как вихр Как ураган Пришёл Ну, сейчас мы говорим У меня никогда так не было У меня никогда не было так Чтобы я смотрела Что-то Подбирала Подстраивала Так Просчитывала У меня так Хух Вот так Я так делаю Зачем тебе мужчина Ну, он будет защищать Я люби Ты спроси Я Когда Веду консультацию За эти года Уже их просто Ну, немало И ты знаешь Что в день 25 человек Начиная там От всех курсов Марафонов Там У индивидуалки И просто вопросов Личку По поводу мужиков Или женщин Вопрос-то какой А что ты от него хочешь Ну, да Ты мужчина Я ни у кого не слышала Чтобы Его любить Все говорят Чтобы он меня любил Понимаешь Я ни разу Не услышала Не от одной женщины Которая бы сказала Чтобы было Кого любить У всех Чтобы он меня любил Чтобы он там Обеспечивал Ну, некоторые Еще стесняются Про обеспечивание Ну, говорят Ну, он должен быть Надежный Да, вот это вот Понятно Что под этим Закрыл За ним должно быть Как за каменной стеной Потому что я тут Это балалайка На ветру Короче Меня куда это Ветер погонит Туда А он хоть Меня там удержит То есть У всех Есть какие-то Запросы Это просто люди Не хотят Свои потребности Сами закрывать А? Я говорю Люди не хотят Девушки не хотят Свои потребности Закрывать Сами И они как бы Взваливают Эту обязанность На мужчин А мужчины Точно так же Ты знаешь Сколько Мужчины Точно так же Да Она должна Мужчина Это вообще Просто Зашла на тиндер И там мужик Пишет Что один Второй Пятый Десятый Слушай Да все Да Первый вопрос Ты массаж Умеешь делать Ты милый Извини меня Блин Я тебя че Вообще Ну как бы Кто ты такой Мы еще даже Не познакомились Я должна И список Выкатывает Первое Делать массаж У тебя есть деньги Если ты работаешь Иди Закажи себе Массажист Нет Мне не подойдет Мне девушка Каждый вечер Должна делать Массаж Ого Прикольные мужики А мне написали Ты для этого сайта Слишком серьезно Я говорю Ого Тебе наверное Надо Стать Не такой Балалайкой Ну да Так Мне нравится Ксения Вдохновлять Мужчин Можно Вслух То есть Вдохновлять Можно Мечтая Вслух Ой Водушевленно Мечтать Так Ксюш Это Манипулирование Называется Если ты Чего-то Хочешь Можно даже Не озвучивать Твое желание Оно Исполнится Если у тебя Нет противоречивых Желаний И кто Вокруг тебя Эти желания На блюдочке Принесут Вопрос Не в тех Кого вы Заставляете Вдохновляете И манипулируете Ради цветочков И так далее А вопрос В том Почему ты Хочешь Чтобы это Не исполнялось Мы уже Об этом Говорили Вообще Я считаю Любые Какие-то Вещи Которые Мы делаем По отношению К другому Человеку Это Манипулирование Ну Да Я согласна Это нормально Мы же в социуме Живем Главное Чтобы это было По согласию Вот Уметь договариваться Это по-моему Главное Между Это Вообще Главное Между Людьми Не только Между Парами Включать Всякие Штуки Типа Я у тебя Секс А ты Не там Это А так Ты Будешь У меня На неделе На голодовке Это Вообще Жестко Это Манипулирование Так Вдохновение Восхищение Благодарность Проявление Настоящих Чувств Очень Ценится Мужчинами Это Тоже Манипулирование Вообще Все Манипулирование Но Когда Ты Благодарна Не потому Что Ты Хочешь Манипулировать И Рассыпаешь Благодарности А Когда Ты Просто Благодарна За Свою Жизнь За То Что Человек Рядом С Тобой Не Ради Что-то Поиметь Благодарность Тебя Просто Ни Почему Тогда Да Это Уже Не Манипулирование Это Управление Твоих Чувств Но Когда На Тренингах Женских Учат Ты Должна Там Благодарить Им Восхищаться Ты Не Хочешь У тебя Не Лезет Вдохновение Не Не Надо Это Наоборот Сработает Просто Когда Оно Не Лезет А Ты Говоришь Оно Идет С Любовь Идет А с чернухой Идет И оно Чернухой И вернется Это же Чистая ложь Да Я согласна Так Если ты Такая Что сама Цветешь И пахнешь Он сам Бежит За цветами Да 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 Это я тоже Согласна Про искренность Согласна Но это Возможно Только если Во всем Давать Быть Себе С собой А не Опять Не Подстраиваться Быть Удобной Да Мы как раз И говорили Подстраиваться И быть Удобной Ой Наверное Весь Тиндер Который Мне Написал Ну я Удалила Три дня Я смогла Побыть В нем Опять Они все Быстро Отвалились Потому что Я вообще Не поняла Я всем Я не хочу Быть Удобной Для тебя Они Просто Ах ты Такая Ну ладно И блок Меня тоже Я говорю Ой Что-то Погорячились И блок И блок Поэтому я и говорю Что мне не нравится Мужчины Потому что Они уже все С претензиями Вот А у меня Претензии К ним Что они С претензиями Так это Чи на самом деле Претензии Наши же Претензия К себе Какая Быть идеальной Быть идеальной Для этого Надо Фейс фейтнс Делать Вот мы И вернулись Я его делаю Знаешь Почему Я не хочу Старую кожу Ну блин Молодая Красивая кожа Это же Такое же Движение Нашей жизни Ну то есть Это очень Очень красиво Даже Если есть возможность Без всех Вот этих Аппаратов Ну в смысле Инъекций Там обойтись Да Это вообще Шикарный Вариант Причем Он реально Работает Этот фейс фитнес Знаешь Он реально Работает Он работает Фейс фитнес Он реально Работает Согласна Работает Да И делать это надо Для удовольствия Но Поначалу Любое удовольствие Оно через Не хочу Идет Вот как раз В начале В прямом эфире Говорили Что надо Вначале Привычку выработать А для этого Придется Приложить Это дисциплина Да Да Я считаю Что заставлять себя Это полезно Но ради Какой-то высокой Ну смотря Ради себя Да Ради себя Ради чего То Или кого То Это Путь в никуда Это туда Вниз Вот А заставить себя Ради себя Видите Шаблон Заставлять Он тебя как тормозит Так и двигает Вообще Каждое слово Каждый шаблон Двигает Если ты это для себя Делаешь Почему нет Я себя реально Заставляю сейчас Ложиться спать До 12 Говоря это В час ночи У меня не получается Пока У меня пока не получается Но я стараюсь Я уже не в 5-6 утра Ложусь спать Как раньше По крайней мере Я не сплю Это уже хорошо И через день Когда-то в час ночи Ложусь Когда-то в 12 Но уже лучше Вот Но я заставляю себя И я так думаю Что скоро Все-таки Я выработаю привычку Нормально спать И высыпаться И круги под глазами Там синяки по утрам Меня не будут беспокоить Потому что все синяки И головные боли Только вот От моего не спания Что я ночью делаю Я вообще до сих пор Не могу понять Мужика нет Что ночью делать Что я не сплю Непонятно Ты потому что Поздно встаешь А поздно Ну как бы Поздно ложишься Поздно встаешь И автоматически Опять поздно ложишься Встаю Я все равно Не могу Я по 2-3 суток Держала не спание А чтобы наконец-то Лечь Ну там до 12 Спать Ну вот специально Не ложишь спать Да Вот чтобы Ну если поздно Может у тебя вибрации Тебе штырят просто От вот этих всех Трансформаций Тоже как вариант Да я вот Трансформирую У меня уже Хватит Хоре Критическая масса Просто вот смотришь И видишь Все Любая работа Над собой Имеет конечность Это не бесконечная Бубунешка И работа Вот Вот это самокопание Ты сначала Тренируешь себя Тренируешь мышцы В спортзале А потом ты ходишь С красивым телом Изредка поддерживая Свою форму Да Но сначала Эту форму нужно сделать Чтобы ее сделать Ты тренируешься Постоянно и регулярно Но потом Ты эту форму сделала И просто ее поддерживаешь Ты сначала Учишься ложку держать Кушать Ты учишься регулярно Да уже когда на автомате Оно идет Уже не И ходить Ты учишься Точно так же Сначала через Не хочу Через шишки Через боль Через падение Через слезы Но ты поднимаешься Встаешь опять Падаешь Опять встаешь Ты учишься регулярно Ходить Блин Но потом научился И ты уже Ну и не паришься Точно так же Работа с этими Долбанными шаблонами Ты сначала Заставляешь себя Ты бьешь Заставляешь Прям заставляешь Работаешь Да Но потом это станет Естественным На автомате Тебе не надо будет сидеть И уделять этому время Ты просто будешь Идти по улице Есть мороженое Восхищаться Автоматически Куда бы взгляд Там не упал Ты будешь видеть По-другому просто И все Поэтому я считаю Что вначале Нужно себя заставить Выучить алфавит Чтобы научиться писать Выучиться читать Да Заставлять Жестко Вот Я сейчас Тоже тренирую Но сложно Блин Взрослым людям Учиться Это вообще очень сложно Детям Легко Сложно Да Так Я вот недавно Учила армянский язык свой Это вообще просто жесть Хотя С учетом того Что я как бы Ну на слух Я его как бы Немножко знаю Ну свой язык Да И вот хотела все-таки Научиться Слава Богу Пол жизни прожила Чтобы хоть писать И читать Это просто Вообще Как его учить Как люди учат И язык Я не знаю Ты задаешь такой вопрос Который мне не под силу Вообще Потому что Английский хочу Он у меня умеет Когда я путешествую Сам с собой Вот Ну тогда да Тогда говоришь Амнезия просто А приезжаю Я нормально разговариваю Как это У меня такая же тема Так Надо хотя бы Место в шкафу Для него Приготовить Для мужика А то точно Места для мужчин В жизни нет Интересно Ну это да Это есть такая фишка Например Хочешь много денег Купи сейк Или хочешь путешествовать Купи сначала чемодан И оно реально Складывается И ты поехала Эта фишка Тоже работает Тоже Где-то в эфирах О таком говорила Просто на других примерах Но чтобы с мужиком У меня даже мысли Возникло Никогда Он как подруга моя Хотела дом Купила шторы сначала Для дома Вот Хотела машину Купила брелок Для машины Ольга И С мужчиной Я даже так не думала О чем можно еще Сделать для мужчин Дома Ну-ка скажите Пожалуйста Тапочки ему купить Может быть Прикольная идея Кстати Сотовство Просто получается Гель для бритья Поставить в ванну Да? Зубную щеточку Тапочки Машинку Машинку Для бороды А что еще? Сейчас может Кто-то напишет Покан Покан Да Так У меня 4 утра Я тоже не усплю до утра Дисциплина Надо Дисциплинировать Себя Свою ум И вырабатывать Те привычки С которыми мы хотим жить Вот я считаю Что привычки Это хорошо Дисциплина Тоже Блин Ну как себя заставить Ну что У нас в жизни Меня например Жизнь дисциплинирует Чтобы я спала Головной болью Это хорошо Я уже полюбила Свою головную боль Потому что Знаю Что ее никогда Ее нет Если я выспалась Ну и если Я не То все У меня мигрень Я ничего не могу сделать Кроме как Не наступать На грабли Интересно Ну у всех Тот кто становится На праведный Путь Какой-то Хорошей привычки Для себя Которая Не убивает тебя А развивает Если тебе не получается Эту привычку Контролировать То Извне Жизнь Она тебе поможет Просто мы это Не замечаем Я очень хорошо Отследила Мою головную боль Вне зависимости От моего ума Она просто Так долбит Если я не выспалась То есть У меня бывают Мигрени там Четыре раза в неделю Бывает там Раз в месяц Бывает каждый день Там Три недели И вообще ничего Я просто пластом Все зависит от того Легла я спать Или нет Ну то Если после трех Ложу все Это мигрени Если до трех То еще нормально Я бы на твоем месте Уже давно бы Ложилось Двенадцать Да Но старая привычка Берет с собой А как же мигрень Видишь Даже мигрень Меня не останавливает Я вижу Они все хуже Пути по эпилам Больнее и больнее Продолжительнее и продолжительнее Поэтому Я сейчас Просто Ну очень стараюсь Спать Пораньше Ну у тебя получится Ну да Ты девочка Целеустремленная У тебя все получается Ты сейчас Что происходит Я ложусь спать И я не хочу Я хочу поиграть Я хочу фильм посмотреть Я хочу Эти Кубики Проскладывать На телефоне Я хочу Книжку Пописать У меня там Блин Идей миллиард Я просто в 4 утра Бывает вот с такими глазами Просыпаюсь И начинаю записывать курс Ну там Или пост Что это О Халат Можно банок купить Для мужика Симпетичный Изумную щетку Труселя Придет мужик В дом Увидишь Что мужские тапочки Изумная щетка Не уйдет Не уйдет Жесть У меня тоже мигрень Вот по поводу мигрени Мигрень Такой болезни не существует Ни шея Ни там Перекрученные там Позвонки Или еще что-то Нет Шея там Осанка Что-то там Пережимает Какие-то Отростки Эти нервные окончания Это головная боль А мигрень Это психосоматика Надо Как врачи советуют Вести дневник мигрени Перед тем Вспомнить Какие действия Вы делали И записывать Каждый раз Перед мигрень Обязательно записывать А потом Отследить Общее Потому что Всегда срабатывают На мигрень Триггеры Когда вы не хотите Допустим Идти куда-то И сделать то Что вот прям Если вы манипуляете Не хотите То мигрень Допустим У женщин У некоторых Возникает Когда Мужик Там Тянет К свекрови Домой Надо ехать А ты ненавидим Или Организм тебе помогает Короче Не ходить К свекрови Ну да Какая-то вторичная выгода Либо На погоду У тебя триггер А погода меняется А это просто шаблон Либо Если я там Поем грибы Может у тебя тоже шаблон Если ты ночью спать Ложишься Из-за этого мигрени Может у тебя тоже шаблон Я выработала этот шаблон Помочь себе Мы же не просто так Эти шаблоны создаем Все я поняла И Мне этот шаблон Сейчас Ну реально Помогает Иначе я Никогда Не занялась Своим здоровьем Если бы у меня было Все хорошо Я продолжала Бичевать Если я ложусь спать То вырубает Моментально Везуха А мы разные Они все такие Купи тапки Меня так муж Себя притянул Ему сестра подарила Женские тапочки И я появилась У него Прикольно Я тапки куплю Покажу вам В эфире Спасибо 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 Спасибо